Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Нармитская книжка. Такая-то часть, такая-то должность. Потом ниже ран больной, фивака госпиталь, номер такой-то. Рана у него была на ноге большая такая. Огромный шов, на самом деле. Везде записано, что ранение было легким. Мой отец, вождет Кузьминков Иван Ильич, родился в деревне Романовская Монастырщинского района Смоленской области 21 июня 1923 года. 15 сентября 1941 года Кировским районным военным комиссариатом отец был призван в 202-й запасный артиллерийский полк. На Смоленскую землю пришла тяжелая кровопролитная война. И 18-летний парень с оружием в руках пошел защищать свою землю, свою страну. Мой отец, красноармеец Кузьминков Иван Ильич, прошел славный путь от стрелка 10-го запасного полка 10-й армии до гвардии старшины командира прославленного советского танка Т-34-85. Мой дедушка Иван Ильич участвовал в боях на Западном фронте Смоленского направления, Брянском фронте, Брянского направления, Втором Украинском фронте, Первом Белорусском и также освобождал Польшу. Был награжден Орденом Славы Третьей степени и двумя медалями за боевые заслуги, а также благодарностями от товарища Сталина за освобождение городов Брест, Слуцк и Слонин. За время войны трижды был ранен, два из них тяжело. В конце войны, после тяжелого ранения, дедушка был направлен для учебы во второе Харьковское танковое училище. После окончания войны дедушка остается на сверхсрочную службу и уже старшим лейтенантом заканчивает Ташкентское танковое ордено Ленина училище. Проходя службу в Туркестанском военном округе, Иван Ильич встретил Нину Петровну. Они поженились и вместе вырастили двух сыновей и дочь Андрея, Ивана и Нину. Все мужчины нашей семьи посвятили себя служению Родине. Мы помним. Мы гордимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин